А дальше в выпуске вы увидите материал, подготовленный Антоном Соркиным. Наш спортивный корреспондент отправился в гости к представителям грибного слалома. Не по сезону, конечно, но готовься к лету. В нашем крае сейчас есть несколько членов сборной России, даже чемпионка мира. Но через что приходится проходить спортсменам в самом начале карьеры, мало кто знает. Так вот, наглядный пример прямо сейчас. В городе, стоящем на Енисеи, в априори должны быть хорошо развиты все виды спорта, связанные с водной стихией. По сути, так оно и есть. Но вот незадача. Все водоемы в Сибири полгода недоступны. Причина проста. Покрытый льдом. В связи с этим все навыки приходится отрабатывать в бассейне. А, холодно. Бассейн, он больше нужен для групп начальной подготовки, тренировочных групп. Грибное слалом есть две категории. Это каноэ одиночка, где сидят на коленях, и байдарка. Это вот в данном случае байдарка. У каякера ноги вытянуты вперед. Соответственно, у каякера весло с двумя лопастями, у каноиста весло с одной лопастью. К слову сказать, грибное слалом – олимпийский вид спорта. Довольно экстремальный, но отсюда и притягательный. Приходит, может быть, и много. Вот в бассейне тренируются, это все легко и красиво, тепло. Когда начинают выходить на… уже тренироваться на бурной воде, тогда появляется у всех… ну, не у всех, у некоторых чувство страха. И очень многие уходят, не могут преодолеть это чувство, и они уходят из нашего телеспорта. Любой, кто сядет в байдарку или каяк, должен научиться нескольким простым вещам. Поймать баланс, не паниковать и, чтобы не произошло, держать голову выше поверхности воды. Но нужно быть готовым и к форс-мажорным ситуациям. Без эскимотского переворота, ну, можно не выходить на реку. Эскимотский переворот дает тебе чувство лодки, работу ногами. Без работы ног ты не преодолеешь ни любой вал, не сделаешь крен, ничего. Как говорится, лучше один раз сделать самому, чем сто раз увидеть. Для того, чтобы вода не попадала в лодку, одевается вот такой фартук, юбка. Теперь примеряем каяк. Только здесь случилось непоправимое. Он оказался маленьким. Ну, по идее, нужно одновременно. Она точно войдет? Войдет. У меня таз не влазит. Войдет, куда вы? А как я вынесу? И эту распорочку. У меня таз не влазит, сырек. Отъел. Благо, замену удалось найти довольно быстро. Отработав пару движений на суше, переходим в воду. Так, сюда. Если я перевернусь, что мне делать? Вы просто отталкиваетесь, выбрасываете весло, отталкиваетесь двумя руками от лодки и делаете кувырок вперед и вылазите. Это не просто, я скажу, действительно, он не слушается. Вроде бы елась грибу. Внешне вы спокойны, я скажу. У меня баланс немножко там формул. А теперь время пришло для эскимосского переворота. Но для начала первая фаза. И вы будете делать вот такое движение. Ваша задача поднимать бетрами лодку. Вот это поворот! Я буду первая, кто будет спасать мужчину. Да? И ногой, ногу. Нет, вот вы самая распространенная первая ошибка. Да. Сможете руки вот сюда положить и оставить. Потому что вы можете сторону перепутать. Да. Готовы? Три, два. Выходите! О-о-о! Дети у нас рыдают. День, два, неделю, месяц. Значит, мне можно поплакать сейчас, да? Да. Потерять ориентацию под водой – самое страшное. Юные байдарочники по несколько дней могут настраиваться на переворот. Порой доходят до истерики. Но без этого элемента никак. Самое главное, что здесь нет ничего сложного, если понимать, как правильно приложить силу. Супер! Только вот незадача. На дистанции рук тренера не будет. Там помощник. Только весло. А можно поближе чуть-чуть? Да, оно лежит на дорожках. Давайте. А-а-а! Хорошо. Самое, самое опасное для спортсмена – это паника. Я не паникал вам. Вперед. И сначала работают ноги, потом голова. Хорошо. Я все разокончил, я больше не хочу. Главный вопрос. А тренеру за меня страшно стало? Да. Мы в ответе за тех, кого приручили. Вам все равно спасибо. Спасибо. Это было классно. Это было очень страшно, друзья. Без подготовки, да, вообще нечего суваться. Антон Соркин, Андрей Ткачук. Специально для Афонтова днем. Мы прямо переживали здесь. Несмотря на то, что это вода, Антон – это огонь. В этом смысле молодец, конечно, что там настроиться на перевороты. Нужно обладать определенной смелостью, чем, безусловно, Антон обладает. Но мы возвращаемся в студию, друзья, и поговорим про важные для родителей сейчас вещи. Мы попытаемся дать некие ориентиры в книжном море детской литературы, которая на нас обрушивается. Не агара. Много книжек хороших. Это правда. Кто был на книжной ярмарке, подтвердят мои слова. Просто вот сложно выбрать. И попытаемся, собственно, дать некие ориентиры с помощью нашего гостя. У нас в гостях представитель детского книжного магазина Мария Проскурякова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и вот как бы там некая выборка такая, я понимаю, что сложно выбрать, но давайте поговорим, порекомендуйте что-нибудь. Ну, в целом, хотелось бы сказать, что детки начинают читать даже уже, можно сказать, в животе у мамы, если мама читающая. Но если такого не случилось, и вот мама вдруг решает, что пора бы нам начать читать с ребенком, А, конечно, как всегда, это самые актуальные, народные, русские, наши добрые сказки, с которых начинают, мне кажется, все. Колобок, Теремок, Лиса и Заяц и так далее. Ну, на рынке книжном сейчас большое изобилие книг, издательств очень много, издают каждый месяц много разных новинок, познавательных, увлекательных, нон-фикшн, художественные разные истории, издаются разные важные темы и нужные. Но для малышей, казалось бы, может быть, много, много, очень много всего интерактивных, интересных книг, чтобы ребенка заинтересовать чтением. Я буду показывать, а вы рассказываете, чем конкретно эти вещи интересны. Ну, во-первых, эта книга интерактивная, в ней есть вырубка, вот такие вот незамысловатые дырочки, из которых, из части получается целое. С этой книгой можно читать небольшое стихотворное произведение. Это прямо целая открытка. Мы, как братья, так похожи, друг без друга мы не можем. И вот тут треугольник получился. Да. Понятные животные, простые фигуры, локальные цвета. То есть по этой книжке можно изучать целую часть фигуры, цвета, животных, небольшой счет, там, один-два, допустим, да. И читать прекрасное стихотворение, вот маленький, большой, например, «Дома моя». То есть с каждой книжкой, в принципе, можно работать. Если даже она рассказывает нам только о цветах, мы можем там подключить счет. Если в ней только стихотворение, мы можем судить очень много разных тем. То есть каждая книга по-своему уникальна. «Полодинки Юсуки Йонёдзи». Это издательство «Полиандрия». Я думаю, что красноярцам оно известно именно по ярмарке «Кряк». Да, да, да. Самый наш любимый, замечательный. Так, следующий раз какой-нибудь, продолжим. А вот смотрите, например, да, «Дикие животные». Казалось бы, что нарисовано на обложке? Уже с обложки можно понять, что… Жиросабр. Да, да, что будет что-то необычное. А необычно в этой книге то, что обычные животные, да, дикие, домашние, разные, да, серия большая. Здесь есть стихотворение, которое описывает это животное. Можно поиграть. То есть с книгой можно играть. И это… Это как… Да. Крокодила-тигр какой-то получается. Вот и про крок… Крок… Г-гр. Да, какой-то. Крок-игр. Крок-игр. По цветам фона можно составить правильное животное. А можно придумать 144 совершенно разных животных, необычных. Посмеяться с ребенком, провести вечером с ним классное время. Это как серия была однажды в Машеньке и Медведе. Тоже там она пела песенку про папуканы и пилигая. Да, да, да. Вот хамер-дион какой-то. Вот какие-то интерактивные книги привлекают ребенка тем, что они необычные. Да, точно. С ними можно не просто читать, но играть, развивать моторику рук, веселиться, то есть составлять необычные слова. Черепаха и кто это? Бегемот, да? Бегемот. Черемот. Глазно весело, да. Дикие животные. Так. Слушай, ну тут есть и вот такого плана, прям серьезный тем уже. Да, это книжки «Самые первые окошки. Затронута тема микробов». Да, когда мы с ребенком уже начинаем разговаривать о том, что необходимо мыть ручки после прогулки, перед едой и так далее. В книжке есть окошки. Это самое волшебство, когда ребенок может, да, открывать вот эти волшебные окошки и увлекаться. Не буду тут открывать окошки, чтобы не портить кому-то книжку. Да, вот окошки открываются. Ну вот такая известная фишка, да, сейчас это стало популярно. Да, да. Как в адвент-календарях. Как в адвент-календарях, совершенно верно. Что-то происходит, да. Под окошком небольшая информация на определенный возраст. То есть вот эта серия, например, для самых там малышастиков от двух лет уже можно вполне вместе с ним рассматривать и объяснять простые понятия, которые нам, взрослым, известны и понятны. А с ребенком можно это все на примере книги изучить и показать. Ну, я так понимаю, что вот можно выделить прямо тренд современной детской литературы. Это обучение. Обучение через игру. Да, вот обучение через игру, ничего такого вроде как бы нет. Да, но и я так понимаю, и игры-то должны быть интерактивными, несмотря на то, что это книга, и мы ее вроде как читаем, да, нужно же что-то, чтобы поделать руками. Конечно, от мамы тоже много зависит. Поскладывать половинки, пооткрывать окошки, это тоже очень интересно ребятишкам, да. Ну вот, да, тут считаем пальчики. Да, здесь небольшие такие стихотворные произведения на счет, и можно ладошку прям прикладывать, да, и показывать, какой пальчик мы изучили большой, средний, указательный, да, и так далее. То есть маленькая, небольшая книга, которую можно взять с собой, в дорогу, к бабушкам и так далее, на прогулку. То есть провести с книгой и весело, и занятно. То есть вы что-то узнаете, заодно и почитаете. Ну да. Ну, а что касается современных сказок? Современные сказки и просто изобилие их. Их очень много. Наши издательства, российские, ездят на разные выставки в Европу, и после этих выставок буквально у нас появляется очень много всего интересного. Разные авторы, много разных иллюстраторов, замечательные книжки с хорошими, добрыми историями. Очень красивыми иллюстрациями, да. Ну и, что немаловажно, истории действительно непроходящие, то есть неодноразовые, так скажем, да, грубо очень в кавычках, неодноразовые истории, потому что каждая история несет в себе какой-то посыл очень важный, который потом с ребенком садимся, обсуждаем, разговариваем, делаем какой-то вывод, или на этом, например, какая-то ситуация происходит, и мы вспоминаем, а помнишь, мы с тобой вот читали в книжке об этом? Ну да, 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 да. А вот можем дать какой-то, не знаю, ориентир, учитывая, что это действительно огромное количество книг, сказок, вот как там, не ошибиться, как выбрать, какие-то популярные, может быть, сейчас авторы какие-то? Нужно, конечно, во-первых, мне кажется, чувствовать своего ребенка, да, понимать, какие темы ему нравятся, актуальны, и он любит, например, вот «Мамин поцелуй», да, это про капризного ребенка, вот вы видите, что у ребенка там, вот пресловутый он, кризис там трех лет, вот здесь медвежонок, он как раз безобразничает, хулиганит, капризничает, и как раз под спорь его такой хорошая взять какую-то книгу на определенную тему, там, не хочет умываться, не хочет чистить зубы, сейчас все вот эти темы освещены в разных совершенно книгах. Есть зубные книги там, не хочет чесаться, стричься там и так далее. То есть нужно ориентироваться в первую очередь на своего ребенка, а книги подберем в любом случае. Это да. Мне кажется, знаете, сложно сейчас детским писателям, особенно которые ориентируются на подростковую аудиторию, вот из-за того, что интернет, гаджеты, и дети сидят на ютубе в основном, и в остальных сервисах где-то в интернете, сложно им написать что-то, что привлечет ребятишек, ну вот именно подростковую аудиторию. Что вот для подростковой аудитории можно... Вот я смотрю просто, что это уже такие объемные книги, и уже можно... Такие лонг-рид, так называемые, да, когда ребенок переходит уже на более объемные тексты... Либо самостоятельное чтение, да, либо самостоятельное чтение, чтение по главам. Ну, в первую, вот, мне кажется, что когда родители приходят и говорят о том, что мой ребенок совсем не читает, он вот в гаджетах, я всегда говорю о том, что, а вы читаете? Вас ребенок видит с книгой? Ну, то есть, наши дети копируют нас абсолютно во всем, да, мы для них пример для подражания, если мама увидит ребенок постоянно с телефоном, то, соответственно, напрашивается вывод, а чего вы хотите от него, чтобы он сел за книжку? Ну, да, подавайте пример. А про подростковую литературу, да, тоже огромное количество книг, темы тоже совершенно разные. Темы у подростков поднимаются серьезные. И, конечно, есть антиутопии, там, с совмещением, допустим, там, будущее, какое оно может быть, фантастика, фэнтези и так далее. И детей, которые любят современные технологии, гаджеты, конечно, такие книги в первую очередь привлекают, потому что они погружаются в эту историю и думают, вот было бы клево, если бы я бы там тоже была героиней этого романа, и могла бы вот всю систему перевести вот себе перед лицом, например. Такие книги тоже есть. То есть они должны, по сути, ориентированы быть на наше поколение детей, да, которые вот сейчас они такие современные в гаджетах, и в книге это тоже отражается, но он чему-то учит. Чему-то учит абсолютно. Про авторов можете рассказать немного вот этих книг, допустим, рекомендуете их, нет? Почему именно их выбрали? То есть вот каких авторов искать? Выбрала по наитию, просто по тому, как чувствую, что читаю со своим ребенком. Дочке моей 5 лет. Мы читаем уже объемные тексты, вот то, что вы держите, это мы уже прочитали. Да, вы уже читаете. Ну, то есть она не самостоятельно читает, естественно, она пока только складывает слоги, но я ей читаю уже такие объемные истории. То есть мы занимаем неделю одной книгой, читаем по главам, обсуждаем, что мы вчера прочитали, чтобы она вспомнила, в памяти восстановила. То есть это тоже такая тренировка, да, памяти там, что мы вчера прочитали вот в той-то главе, да. Авторов я также, вот я простой человек, простая мама, которая так же, как и все, выбираю чисто интуитивно, да. Я читаю аннотации, смотрю, читаю издательство, что пишут, что рассказывают, что показывают, что, ну, выходит, конечно же, просто ориентируюсь на свое чутье, и не могу сказать, что вот я только этого автора рекомендую и больше никого. Ну, действительно, сложно, потому что, не знаю, в нашем детстве там Винни-Пух, Маугли, раз-два да и обчелся, условно говоря, да, Карлсон, а сейчас? Ну, я всегда говорю родителям, что, конечно, да, современная литература огромная, она большая, но не забываем про классику, должен быть баланс все-таки. Не забываем про Карлсона, того же, мы его также прочитали, совершенно недавно читаем постоянно, то есть Чаполина, и все наши народные сказки, ну, в чем выросли мы, конечно же, никто не запрещает их читать, и их нужно читать, но разбавлять, конечно, мы в другом уже времени немножко живем. А вот тоже классная книга, Галя, покажи, просто это вот, тоже, я понимаю, отдельное направление, вот, с кучей деталей, да? Называется это Вимельбух. Это, Вимельбух переводится дословно, мельтешащие картинки, то есть книга без слов, но она дает очень большой потенциал, то есть здесь можно изучать новые слова, внимание к деталям называются, да, профессии, эмоции, кто чем занимается, здесь есть герои, которые переходят со страницы на страницу, и за ними можно проследить, здесь можно поиграть в «Найди и покажи», ну, то есть работа с Вимельбухом 0+. И она долгоиграющая, то есть это вплоть до младше школьного возраста, и очень нравится всем детям, они вырастают на этих книгах. Ну, в самом начале я бы уже спросила, наверное, у ребенка, кто здесь лишний, просто на этом дереве. Да, тоже. Ну, вот я со своим маленьким сыном тоже подобного плана книгу читаю, понимаю, что это действительно вот каждый раз, это новый рассказ, потому что начинается что-то. Уже всегда дойдет что-то новое, всегда. Ну, это еще фантазия родителя нужна, потому что тут не читаешь, сел, прочитал, до свидания, да, то есть как-то нужно придумать. Хотя историю можно придумать про того же попугая, который переходит со страницы на страницу, можно придумать. Есть дополнительные книжки, его зовут Нико, и можно проследить, куда же он летит и что же он хочет в итоге. А за ним там охотятся, кстати, кошки еще, и то есть историю придумать про одного героя, это вполне реально, главное, чтобы, да, играл у взрослого фантазия. Смотрите, тут сколько деталей, это просто вот... А когда ребенок подрастет, он и сам вам расскажет историю. Вот он сам возьмет эту книгу и расскажет вам историю про то, что происходило в этом городке в зимнее время года. Потому что это большая серия, есть осеннее, зимнее, летнее, весеннее, и вот развороты все одинаковые, но в них происходит действительно подсезон что-то новенькое и интересное. Ну что ж, спасибо большое, попытались вот на некие ориентиры дать, действительно, но я понимаю, что просто вот туда погрузился, и все, и пропал. Мария Проскурякова была у нас в гостях, представитель детского книжного магазина «Маленькая мечта». Спасибо вам за этот рассказ. Спасибо вам огромное.